В этом году, 1 сентября, в школу Верхневолжья пришли 100 молодых педагогов. Но кадровый вопрос в сфере образования по-прежнему остается актуальным. Какие меры поддержки предусмотрены для педагогов и как молодые специалисты адаптируются в профессии, узнаем в сюжете Анастасии Новичковой. Год педагога и наставника подходит к концу. Решение посвятить этот год учителю еще раз подтверждает значимость для общества гуманистической миссии, которая лежит в основе профессии. Ведь именно талантливый педагог, опытный наставник открывает детям путь к познанию и развитию, достижениям и открытиям. Но чем же педагог все же отличается от наставника? Главная задача преподавателя — передать знания и опыт своим ученикам. Основная миссия наставника же — вдохновлять, задавать нужное направление и находить общий язык с молодым поколением, которое, в свою очередь, тоже пробует себя в этом качестве. Я принимала участие в рамках проекта «Большая перемена» как наставник-ученик. Было несколько у меня учеников, которым я помогала готовиться к различным этапам в этом конкурсе. Изначально было около 5-6 учеников. До таких победных заключительных этапов мы дошли с одной ученицей. Выбрать наставника могут не только ученики, но и молодые специалисты, которые пришли в школу после вуза. Старшие коллеги помогают не только научиться работать с детьми разных возрастов, но и грамотно выбрать методологическую базу, которая станет основой школьного урока. Также молодым педагогам Верхневолжья открываются различные меры материальной поддержки. Молодые специалисты получают у нас надбавку в размере 100% заработной платы. Мы всегда поощряем наших молодых педагогов в их активностях. И, соответственно, если они желают в рамках своего основного рабочего времени и еще выполнять какую-то дополнительную работу, не связанную с их специальностью, конечно, за это они получают дополнительное вознаграждение. Зарплата педагога складывается из базовой ставки и стимулирующих выплат, которые, в свою очередь, не постоянны, поскольку сумма может меняться ежемесячно. А повышение базовой ставки, утверждают учителя, гарантирует стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Сейчас в образовательных учреждениях Верхней Волжья создаются условия для комфортной работы молодых специалистов. Институт наставничества играет в этом огромную роль.